Наверное, в этой жизни вы повидали практически всё, и удивить вас, как и меня, чем-то довольно сложно. Но всё равно в интернете встречаются такие видеоролики, которые сильно удивляют и заставляют задавать вопрос, как такое возможно. Вашему вниманию хотим представить 15 вещей, которые вы увидите впервые в жизни. Итак, начинаем! Необычное погодное явление поразило жителей Аргентины из-за редкого образования облаков, похожих на серию гигантских клубков ваты. Хотя оно и выглядит красиво, но может предупреждать о потенциально сильных грозах. Люди, которые просмотрели видеоролик, говорят, что эти облака похожи на зефир или вату. Автор написал, что поздно вечером в субботу небо было покрыто этими необычными облаками, из-за которых мы чувствовали себя как в ловушке Вивария, затем началась сильная буря с молниями, ветрами и градом. На этих кадрах мы можем увидеть, как электрический шар движется по замёрзшей линии электропередачи в Луизиане. Видеоролик, ставший вирусным, был записан одним прохожим. На кадрах мы видим два огненно-голубых шара, мчащихся по линиям электропередач. Жуткое явление электризации произошло вследствие повреждения трансформатора, который вызвал скачок напряжения около места отключения электроэнергии. Сообщается, что движение электрической энергии по проводам было сразу же остановлено рабочими. В комментариях под данным видеороликом обсуждались различные вещи по этому поводу. Кто-то считает, что это была шаровая молния. Другим это происшествие напомнило кадры из фантастического фильма «Назад в будущее». Прямо посреди дороги. Гарри Поттера вызывали. Удивительный видеоролик был снят в Воронеже с женщинами, которые прогуливались по парку. Неожиданно они заметили, как около дороги, в воздухе примерно метр от земли, парит в воздухе засохший листок от дерева. На протяжении нескольких минут он каким-то удивительным образом завис в воздухе и практически совсем не двигался. Почему на этот листочек не действует земная сила тяжести, остается большой тайной. Кто-то считает, что на этот листок была задеяна магия. Другие ищут более рациональное объяснение. И говорят, что листочек имеет такую удачно совпавшую форму, при которой он может висеть неподвижно в воздухе. Еще при этом скорость ветра должна быть не очень большой. На этом ролике мы видим, что все факторы вышеперечисленные совпали. Поэтому мы и сейчас наблюдаем такую невероятную картинку. Житель штата Луизиана в США обнаружил гигантское осиное гнездо в салоне своего автомобиля. Сначала владелец подумал, что это пчелиный улей, поэтому вызвал пчеловодов, чтобы те смогли его переместить. Однако специалисты быстро определили, что это на самом деле осиное гнездо. Оно было свито по всему салону, от панели управления до задних сидений. Владелец машины утверждает, что на сидениях были следы осиного яда. Приехавшие по вызову специалисты засняли видеоролик, в котором наглядно продемонстрировали с помощью манекена, что бы произошло, если бы гнездо принялся уничтожать человек без специальной экипировки. Где-то в России была найдена загадочная аномалия далеко от цивилизации некими мужчинами. На кадрах мы видим небольшую дыру, из которой исходил тёплый воздух, говорят свидетели. Когда они пытались приложить салфетку к этой воронке, то она тут же взлетела в воздух. С другими предметами произошло то же самое. Создавалось такое ощущение, что это выхлопная труба автомобиля. Недалеко от этого места они нашли уже другую воронку, с которой происходило всё наоборот. Воздух в неё всасывался, как у пылесоса. Мужчина приставил листок бумаги к этому месту, и он затянулся с большой скоростью в это отверстие. Птица с особой склонностью откладывать яйца с чёрным желтком стала вирусной в интернете. Мужчина по имени Чжу, родом из китайского города Ханчжоу, утверждает, что яйца были получены от гуся на ферме его друга, и что эта же птица раньше давала много обычных яиц. Однако, когда он открыл последнюю партию, яичные желтки были неприятного чёрного цвета, хотя в остальном они были нормальными и не пахли так, как будто что-то пошло не так. Некоторые из комментаторов предполагают, что гусь, возможно, питался чёрной шелковицей, которая, как известно, увеличивает выработку меланина. Турист в джунглях Амазонии заснял интересный видеоролик. На нём мы видим, как змея плывёт на поверхности воды, словно утка, и совсем не тонет. Конечно, мы знаем, что змеи умеют плавать под водой, но на поверхности воды такое мы видим, наверное, впервые. Создаётся такое ощущение, что она сделана из какого-то лёгкого материала, например, из пластика или пенопласта. Некоторые змеи плавают частично под водой, оставляя на поверхности только голову. Другие практически всем телом скользят по поверхности воды. Но как они это делают бесконечностей? Змей плавают с помощью волнообразных движений, сгибая тело в форме латинской буквы «С». Используя это движение, змея отталкивает воду, и в результате чего двигается вперёд. Новое исследование пролило свет на то, как колония армейских муравьёв строит мосты. Более того, оказалось, что они могут даже сами выбрать мост. На удивительных кадрах видно алгоритм, который используют муравьи для создания мостов. Процесс начинается с того, что муравей, который идёт первым, замедляется, как только подходит к преграде на своём пути. Остальная часть колонии продолжает свой путь, каждый по очереди. Они залазят друг на друга и замирают. Как только предыдущий муравей полностью замрёт, на него уже залезет следующий. Этот процесс повторяется снова и снова. Муравей за муравьем. Они создают мостовидную структуру застывших сотоварищей. Эксперимент получил положительные отзывы от инженерного сообщества. И теперь исследователи изучают эти результаты для разработки самомонтирующихся роботов для различного применения, в том числе в виде самовосстанавливающихся конструкций. Удивительную находку обнаружил на пляже Аргентины один турист. На кадрах мы видим странные округлости розового цвета, которые имеют отверстия, и внутри в них находится что-то живое. Эти непонятные сущности имеют огромный рот, который периодически открывается и закрывается. Данный видеоролик появился в интернете и стал очень популярным, собрал миллионы просмотров. Все стали гадать, что это была за тварь. Одни считают, что это морское создание, которое было выброшено на пляж из глубин океана. Другие говорят об живом растении, которое имеет подобную пасть, и оно пытается насекомыми. Прозвучала даже версия от фантастов, что это существо является инопланетянином. Но никто так и с точностью не смог определить, что это было. Огромные стаи пустынной саранчи прокладывают себе дорогу через Африканский рог и Южную Азию, пожирая урожай и угрожая запасам продовольствия и средствам существования. Жуткие кадры были сняты в Республике Дагестан на видеорегистратор одного водителя, который ехал на автомобиле возле поля с пшеницей. На картинке мы видим огромный рой саранчи, который ударяется прямо в автомобиль. Насекомые влетают в транспортное средство, словно пули. Это жуткое зрелище довольно сильно напугало тех людей, которые ехали в этом автомобиле. Саранча очень плотно летела друг к другу, и создавалось такое ощущение, что она может перевернуть машину, говорит свидетель этого события. Фотограф по имени Джонатан Вудленд запечатлел невероятные кадры в Норфолке. Он говорит, что никогда не был так близко к скворцам. Джонатан очень удивился, ведь обычно они стараются держаться на расстоянии от людей. На самом деле это было странно. Он мог не только видеть птиц, но и слышать и чувствовать их. Они создали сильный ветер, а крылья громко шумели. Фотограф отметил, что скворцы были так близко, что их можно было потрогать. Он разместил видеоролик в интернет и получил много откликов, так как большинство людей видело подобные явления издалека. Но мало кто сталкивался с этим так близко. Угадайте, что изображено на этих кадрах. Вы не поверите, но это яйцо. Оно принадлежит морской улитке. Одна женщина на побережье Австралии нашла на пляже невиданные предметы, напоминающие по форме желе. Эти объекты не двигались и выглядели очень мягкими и гладкими, как желе. Зрелище настолько удивило и шокировало женщину, что она долго смотрела на необычные желейки. Ученые заявили, что это яйцо хищной морской улитки. Яйца морской улитки имеют форму полумесяца и похожи на желе. Они часто появляются в большом количестве в море. И хотя они на вид необычные, для природы это вполне обыденное. Жуткая на вид рыба, которая называется плекостомус с броней, была привезена на фестиваль в Чикаго. Ее чешуя очень толстая. Создавалось такое ощущение, что это металлическая броня. Фотограф Джош Гарман из Лондона посетил аквариумный фестиваль, где увидел огромное и странное существо. Предполагалось, что этой рыбе было приблизительно 25 лет. У нее были странные открывающиеся усы, и она была почти такой же длины, как предплечье ее хозяина. Эти рыбы живут очень долго и могут жить в дикой природе до 30 лет. Но иногда можно увидеть таких странных и таких крупных особей и в неволе. Французский художник Жульен Бертье превратил старенькую лодку в арт-объект. Ветхая суденышка уже отжила свой век и подлежала списанию, но мастер распорядился им, что называется, с умом. Лодку удалось превратить в сюрреалистическое нечто, которое не оставляет равнодушным абсолютно никого. Бертье с помощью пенополистирола, эпоксидной смолы и красок превратил корпус лодки в замысловатую скалу, аналогичную по форме и расцветке настоящим камням, характерным для побережья Марселя. Судно полностью сливается с береговой линией, при этом оно сохраняет возможность передвигаться. Лодка Жульена может незаметно подплыть к другим кораблям и в прямом смысле внезапно возникать просто из ниоткуда. Идеальный транспорт для контрабандистов. Над морем в Новом Орлеане повисло огромное облако трубчатой формы. Природное явление снял на камеру плотник по имени Кертис по дороге на работу. В интернете все были потрясены. Всемирная метеорологическая организация официально назвала это редкое образование облаком нового типа. Оно описывается как продолговатая, обычно низкорасположенная, горизонтальная облачная масса трубчатой формы, которая создает иллюзию вращения вокруг собственной оси. Обычно такие облака появляются под грозовыми тучами, под действием нисходящего потока от надвигающейся бури, влажный воздух поднимается вверх, остывает и образует цилиндрическое облако. На этом сегодня все. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока и до скорой встречи!